Без хорошего слоя снега ни одно поле не даст урожай. Так и без достаточного финансирования в чистом поле не возникнет ни один достойный объект. Территория вдоль дороги на Шахурдина уже давно ничем не засаживается, но теперь в этом поле ждут серьезных всходов. 53 тысячи квадратных метров площади займет областной онкологический диспансер. О его появлении известно давно, но не были понятными места и объемы финансирования. Пока это лишь иллюстрация из конкретики. Центр вместит в себя 200 коек, также 20 мест под дневной стационар и 12 коек реанимации. В состав диспансера войдет и поликлиника на 300 посещений в смену. Больше деталей и цифр знает заместитель председателя правительства области по социальной сфере Сергей Наумов. Уровень будущего объекта по качеству и значимости чиновник сравнивает с первым полетом в космос. Вот подобного лечебного учреждения, конечно, Саратская земля не знала. Есть решение правительства. Предусмотрено на строительство оборудования 6 миллиардов 341,5 миллионов рублей. В том числе из федерального бюджета, как вы знаете, 5 миллиардов 643 миллиона. Остальные добавляем мы как субъект федерации. То есть работа предстоит серьезно. Я вот нисколько здесь не произношу каких-то ритуальных вещей. Я выражу, наверное, глубокую благодарность, прежде всего, Вячеславу Викторовичу Володину, представляющему Саратскую область в Государственной Думе, являющимся на сегодняшний день руководителем, спикером Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Потому что его лоббистскими усилиями, энергии губернатора Валерия Васильевича Радаева, многих моих коллег по правительству, вот эта возможность предоставлена. Сейчас надо сделать все, чтобы вовремя, в срок пройти все конкурсные процедуры и приступить к строительству. Несмотря на то, что пока еще на Шахурдина ничего нет, кроме поля с сорняками, между общественниками давно идут споры. Наталья Биюн возглавляет региональную организацию помощи онкобольным жизнь. По ее мнению, уровень центра хоть и является по проекту самым современным, но явно отстает от темпов роста заболеваемости раком. У нас онкология растет, к сожалению. Это не потому что Саратов, не потому что у нас тут медицина плохая. Это мировая тенденция, растет везде онкология. Главное вовремя ее обнаружить и правильно лечить. Не создавать очередей, чтобы люди не стояли в очереди ни на операцию, чтобы люди не стояли в очереди ни на химиотерапию. Для этого нужно столько мест, сколько их нужно. Хотелось бы не только онк, но и гематологию, чтобы люди, которые болеют гематологическим и онкологическим заболеванием вместе. И опять же хотелось по образу блохинату, да, и детскую онкологию. Потому что, ну, немножко это специфически. И родители детей, которые лежат вместе с... Ну, не вместе, а в одной больнице, потому что отделение, естественно, отдельно. Но как-то все равно, понимаете, рак – это немножко такое... Ну, остерегаются люди, к сожалению. При этом диспансер даст и большое количество рабочих мест. Это почти 600 человек, включая врачей и медперсонал. Известно, что правительство области и медуниверситет уже заключили договор о подготовке 50 высококлассных специалистов для работы в этом центре. По нашим данным, за основу был взят тот проект, что сейчас реализуется в Калининграде. Но, по словам Сергея Наумова, нам этот вариант не подходит. Оборудование здесь потребовало серьезных изменений. Мы смотрели калининградский вариант. У нас будет чисто наш саратовский. Да, мы посмотрели и Калининград, и другие, там еще один объект. Но будет чисто наш саратовский, уникальный. Он будет отличаться очень здорово. Здание поэтому как-то менялось вообще? Ну, менялось. Проект немножко претерпевал изменения. Но он сразу же проектировался у нас с учетом того, что мы ставили перед собой задачу иметь самый... А для чего тогда мы строим? Понимаете? Для того, чтобы у нас ездили и получали лечение у наших соседей, как вот сейчас у нас по шунтированию иногда ездят в Пензу соседнюю. Доработкой проекта занимались московские специалисты Института Гипроздрав. Сейчас одна из сложностей – это наличие специалистов по возведению объектов подобного уровня. Те организации, которые имеют лицензию серьезную, потому что это объект нам, вот я могу давать, скажу, давал свое экспертное заключение Росатом, потому что это же связано в том числе и с... Ну, идет облучение в лечебных целях. Вот. Поэтому это те организации, которые имеют специализированную лицензию на такое строительство. Таких организаций в стране немного. Я бы даже сказал, они уместятся, вот, их количество на одной руке. Ну, посмотрим, кто выиграет. Это все в рамках известных конкурсных процедур. В любом случае компанию застройщика определит конкурсная процедура. Старт будет дан не раньше 25 января. Вот в эксплуатацию запланирован уже на 2022 год.